Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Из поучений Святаго Иоанна Закоустова на книгу «Деяния апостольских» Нет ничего равного милостыни, или лучше, так велика сила этой добродетели, когда она происходит из чистых сокровищниц, когда происходящее от неправедных стяжаний подобный источнику, изливающему нечистоты, так происходящее от неправедных стяжаний есть как бы прозрачный и чистый поток в саду, приятный на вид, усладительный на вкус, доставляющий свежесть и прохладу во время полудня. Такова милостыня. При этом источники растут не тополи, не сосны, не кипарисы, но другие, гораздо лучше этих, великие произрастения. Любой Божия, похвала от людей, слава пред Богом, благорасположенность от всех, изглажение грехов, великое дерзновение, презрение богатства, милосердие, которым питается древо любви. Обыкновенно ничто так не питает любви, как милостыня. Она простирает в высоту свои ветви, она источник лучше райского, не разделяющийся на четыре начала, но достигающий до самого неба. Она источает ту воду, которая течет в жизнь вечную. Смерть, коснувшись ее, исчезает, как искра в источнике. Так она, где бы ни источалась, производит великие блага. Она угошает ту реку огненную, как искру. Она истребляет того червя, как ничто. Кто имеет ее, тот не узнает, скрежет из зубов. От воды ее, если и каплю упадет на узы, расторгает их. А если упадет в печи, всецело погашает их. Как райский источник не таков, чтобы то изливать потоки, то иссыхать. Тогда он не был бы источником, но течет постоянно. Так и наш источник пусть всегда изливает очень обильные потоки, особенно для нуждающихся в милостыне, чтобы он оставался источником. Это доставляет радость принимающему. Это и есть милостыня, когда изливается поток не только обильный, но и постоянный. Если хочешь, чтобы милость Божия дождила на тебя как бы из источника, то имей и ты у себя источник. Ничто не может сравниться с ним. Если ты откроешь этот источник, то источник Божий откроется так, что превзойдет всякую бездну. Бог ожидает от нас только повода, чтобы излить благо из своих сокровищниц. Когда кто тратит, когда издерживает, тогда богатеет, тогда изобилует. Велик исток этого источника, что чист и прозрачен поток его. Если ты не заградишь его, то не заградишь и того источника Божия. Никакого бесплодного дерева не насаждая при нем, чтобы оно не потребило влади его. У тебя есть имение? Не насаждай там тополей, такова роскошь. Оно много истребляет, но ничего собой не доставляет, а только губит плод. Не наслаждай ни сосны, ни липы, ни других подобных требующих многого, но ни к чему не полезных. Такова роскошь в одеждах, только приятная на вид, но не полезная ни к чему. Вырасти виноградные лозы, насади всякие деревья, плодовитые, какие хочешь, в руках бедных. Нет ничего плодоноснее этой земли. Хотя невелика вместимость руки, однако наслаждаемое здесь дерево достигает до самого неба и стоит твердо. Это и значит насаждать. А наслаждаемое на земле, если не теперь, то через сто лет погибнет. Для чего же ты насаждаешь деревья, которыми не будешь пользоваться? А прежде, нежели воспользуешься, смерть придет и похитит тебя. А это дерево, когда ты умрешь, тогда принесет тебе плод. Если насаждаешь, то насади не в ненасытной утробе, чтобы плод не был извержен вон. Но насади и в чреве алчущем, чтобы плод достиг неба. Утешь страждущую душу бедного, чтобы не скорбела твоя уточневшая. Не видишь ли, как деревья, напаяемые через веру, загнивают с корня, а напаяемые умеренно возрастают? Так и ты. Не напояй чрезмерно своего чрева, чтобы не загнил корень этого дерева. Напой чрево, жаждущее, чтобы оно принесло плод. Напаяемое в меру не загнивает от солнца, а неумеренно напаяемое загнивает. Таково естественное действие солнца. Неумеренность везде зло. Поэтому будем воздерживаться от ней, чтобы и нам получить то, о чем просим. Источники, говорят, получают свое начало не так, весьма возвышенных. Сделаемся же и мы возвышенную душу, и тотчас потечет от нас милостыня. Невозможно возвышенной души не быть милостивою, и милостивой не быть возвышенную. Итак, кто презирает имущество, тот выше корня зол. 1 Тимофеев 6.10 Источники, по большей части, находятся в пустынях, и мы изведем душу из мирской суеты, и потечет от нас милостыня. Источники, чем более очищаются, тем более бельными становятся, так и мы, чем более будем раздавать, тем более произрастет благ. Кто имеет источник, тот чувство страха, так и мы, если будем иметь источник, милостыню, не будем страшиться. И для питья, и для орошения, и для постройки зданий, и для всего полезен нам этот источник. Нет ничего лучше такого питья, оно не производит опьянения. Лучше иметь такой источник, нежели источники, доставляющие золото. Душа, носящая это золото, лучше всякой земли золотоносной, оно сопутствует нам не в это царство, но в горне. Это золото служит украшением церквей. Из этого золота приготовляется меч духовный, меч, которым посекается змея. Из этого источника происходят драгоценные камни, украшающие голову царя. Не будем же пренебрегать таким богатством, но будем творить милостыну и щедро, чтобы нам удостоиться милости Божией во благодати и щедротами единородного Сына Его, которому великая слава, честь и держава, за Святым Духом во веки веков. Аминь. Аминь.